На земле столько разных профессий есть приятные и не очень интересные и до ужаса скучные, опасные и невероятные. Что делать, если ты любишь поспать, прижаться к чему-нибудь мягкому, провести время в приятной компании на вечеринке и больше ничего другого? Выход есть. Оказывается, существуют такие профессии, которые будут требовать от тебя делать только то, что ты и так любишь. Профессиональный отдыхающий Туристическая компания LTI обслуживает только очень состоятельных клиентов, которые даже покупают специальные членства в ней. Клиенты компании очень требовательны к своему отдыху, ведь они тратят на него сотни тысяч долларов. Конечно, им хочется быть уверенными в качестве своего путешествия. Дабы избежать неприятных ситуаций, возможных разбирательств, компания объявила конкурс на вакансию профессионального отдыхающего. Счастливчику предстоит жить в лучших отелях, посещать изысканнейшие рестораны и эксклюзивные развлечения. Общая сумма поездки составляет 600 тысяч долларов, а профессиональный отдыхающий едет абсолютно бесплатно. Помимо наслаждения замечательным времяпровождением, ему предстоит составить тщательный отчет об отдыхе. Тестировщик видеоигр Мама была не права. Оказывается, можно целыми днями играть в видеоигры, достаточно устроиться тестером в компанию, производящую любимые шутеры. Именно вы станете первопроходцем всех новинок, сможете в законных обстоятельствах тыкать разработчиков носом в недостатки и лаги игры, внутренний ребенок тоже будет счастлив от вашего жизненного выбора. Профессиональный иностранец Требования к соискателю очень просты. Выглядеть презентабельно, с умным лицом, костюм или вечернее платье, делать вид, что ты профессор или хотя бы его жена. Эта профессия очень востребована в Китае. На работе можно ничего не делать, кроме того, как мило улыбаться, есть, попивать вино и быть самим собой, иностранцем собственно. Дело в том, что присутствие иностранца на мероприятии в Китае обязательно, так как придает неповторимую атмосферу, без которой китайцы обойтись сегодня не могут. Мы прекрасно, а мы рады. Отличная профессия. Испытатель постелей в отелях Это идеальный вариант для тех, кто любит понежиться в уютной постельке. Именно так, все, что требуется от специалиста, прийти в номер оплаченной компании и, как следует, выспаться, а на утро рассказать, хорошо ли тебе спалось. Это, конечно, не работа, а просто мечта многих. Ведь нет ограничений. По духам не будет верещать будильник, заставляя тебя просыпаться и двигаться на нелюбимую работу. Просто спи сладко и получай за это деньги. Переворачиватель пингвинов Вы можете мне не поверить, но это еще и самая таинственная на Земле профессия. Поэтому нет ни одной фотографии, наглядно показывающей переворачивателя за работой. Поэтому полюбуемся просто пингвинами. Тут вообще все очень странно и забавно. На этой должности на данный момент находится всего два человека. Видимо, именно столько людей необходимо для того, чтобы перевернуть всех пингвинов, упавших на спину. Возникает вопрос, почему они падают на спину? Обычно пингвины на спину не падают, они просто ходят, занимаются своими делами. Но вот когда по небу пролетает вертолет или самолет, любопытные пингвины задирают голову вверх, так как никогда бы не сделали в обычной жизни. От этого они переворачиваются на спину, а еще от порывов воздуха, созданных при взлете или посадке, все теми же вертолетами. Беда в том, что пингвины уже не могут встать на ноги из такого положения и даже перевернуться на живот не в силу их бедолаги. Вот тут-то и поспешит или поспешат на помощь переворачиватели. Этот ловкий человек быстро и крайне мастерски переворачивает пингвинов на живот, чтобы они могли подняться. Профессия просто идеальна для тех, кто любит снег, холод, ну и конечно же пингвинов. Вот такие классные профессии бывают. В общем, просто желаем вам теплых объятий, уютной постельки, душевной компании и пингвинов. Куда же без них-то? Продолжение следует...